Добро пожаловать на обзор глобального обновления Рео Опер Сити Новая карта, тюнинг, физика, возможности и много чего еще было добавлено Поэтому снимая обзор, можно сказать, на новую игру Кстати, ссылочка на симулятор уже в описании Что ж, как обычно, начнем с меню Ну а тут у нас две кнопки начать и выход Нажимаю начать, так как если бы я нажал выход, то, ну не знаю, вряд ли бы, блин, обзор вышел Итак, нас перекидывают в условный гараж, где мы выбираем любую машину То есть от семерки до приоры Также есть еще две битые машины Это четверка и девяносто девятая Но они идут за рекламу Это мы еще помним с предыдущей версии Я, конечно же, выбираю приору Но хочу приору, она новее Вот, и мы спавнимся, ребят, просто посмотрите Это новая карта То есть, ну блин, уже добавлено новое меню Новая карта Причем она просто на 5 с плюсом оптимизирована У меня у самого стало побольше FPS, чем в предыдущей версии И этот город значительно лучше предыдущего Конечно, не скажу, что он по размерам больше Но сама детализация, текстуры, графика Все стало приятнее глазу И появилась какая-то рпшность То есть нам нужно завести машину сначала После чего снять ее с ручника Причем это все звуком сопровождается В верхнем левом углу вот эти две кнопки Ясен пень отвечает за мигалки, стробоскопы Всякие моргалки Их я вам покажу потом Ну, а самое интересное Вот эта кнопка Оп Тут у нас снова возможности В одном из которых мы можем выбрать режим игры Дрифт или стандарт Кстати, режим дрифт довольно реалистичный и крутой Также мы теперь наконец-то можем поменять тип управления Я, как всегда, ставлю акселерометр Можно включить, выключить систему безопасности Ну и привод машины поменять Пусть РВД будет Ну а теперь давайте пробежимся по камерам Значится, это вид от первого лица И должен сказать, что качество салона машины тоже улучшилось Кроме этого есть кинематографичная камера Кстати, с помощью ее я и снимал начальный, так скажем, клип Ну и добавили четвертую камеру Это камера, которая может вращаться Наконец-то я уже об этом очень давно просил Многие этого ждали и теперь мы можем вращать камеру вокруг машины Хоть вверх, хоть вниз, хоть влево, хоть вправо Ну а теперь погнали прокатимся по городу Просто посмотрите на пешеходные переходы Разметку, как они круто лежат И как круто они сделаны Сама текстура дорог Да и в принципе текстуры стали приятнее предыдущих То есть дома здесь очень круто сделаны Тротуары Ну и ребят, сразу же, как вы заметили Блин, тут нету трафика опять же Ну а если вы думали, что это вся обнова То нет, давайте-ка мы сейчас с вами И чтобы вы так не думали Съездим до тюнинг-ателье И там прокачаем нашу приорку Что ж, вот эта мастерская Заезжаем в нее Она, кстати, внутри тоже детально проделана Пожалуй поставлю мигалку, антенну, рога Подвеска, да Теперь здесь можно регулировать подвеску Во-первых, ее пониже посадим Амортизаторы, жесткость, пружин, цвет Ну цвет как был, так и есть Но теперь здесь есть цветовая палитра То есть мы вообще абсолютно любой цвет можем выбрать Теперь здесь есть колеса Ну блин, они и до этого были, я имею ввиду Теперь можно ставить диски Значит, со штампы 1, штампы 2 Black Edition, торусы и рельсы Ну блин, пусть и рельсы будут одни мне нравятся Кстати, обещал вам показать, как работают мигалки А работают они примерно вот так И хочу обратить ваше внимание Вы видите, что на крыше антенна болтается Это значит, что в игре начали появляться какие-никакие анимации Это я уже считаю немалый прогресс Обнова получилась очень хорошая и очень крутая Но все-таки в игре нужно дорабатывать многое К примеру, добавить трафик Ну ребят, согласитесь, вот без трафика очень мертво ездить Далее я считаю, что стоит расширить карту раза в три хотя бы Это лично мое мнение было об обновлении Ну что думаете вы, пишите в комментариях Обязательно почитаю А на этом буду заканчиваться Всем большое спасибо за просмотры Встретимся в следующем видео или на стриме Встретимся в следующем видео